Здравствуйте, дорогие друзья! Мир Варкрафта – это не только славные герои, древние боги и симпатичные мурлоки. В нем живут и самые удивительные представители местной фауны. Недавно для нашего объектива открылись еще совсем дикие и нехоженные темные земли. Скоро сюда сбегутся стайки приключенцев со всего Азерота. Но прежде позвольте мне стать вашим гидом и поделиться многоцветием здешнего животного мира. Наша сафари начинается с бастиона. Это, пожалуй, одна из самых красочных зон темных земель. Настоящий рай не только для самих животных, но и для тех, кто их любит. В этих райских кущах замечательно себя чувствует семейство лесообразных. Стайные жуткомехии лесохвосты любят отдыхать в тени деревьев и почти не скрываются. В то время как их собратья – золотолапые хищники – привыкли прятаться в высокой траве и незаметно телепортироваться к противнику за спину. Своими повадками эти сообразительные хвостатые напоминают котов Шрёдингера. Они вроде бы есть, но их как бы и нет. Тут же можно повстречать прайд плорионов – крылатых львов. Их предводитель легким движением крыла может заставить даже бывалых путешественников припомнить любимые крылатые выражения, которые редко услышишь даже в тавернах Орды. А теперь перенесёмся с пушистых полей бастиона в благоприятную атмосферу торжественного тлена – Малдраксус. Царство гигантских грибов и вязких озёр. Говорят, именно здесь, среди костных выступов, однажды зародилось тайное искусство некромантии. Давайте посмотрим, как местные обитатели приспособились к такой некру жизни. Видите, это колючее на первый взгляд существо. Это некробык кровошкурый таурал. Он сейчас успокоился и ведёт себя так, как считает нужным. А вот старый, даже древний кабан-кровобивень покоя не ведает и всегда ищет с кем бы сразиться. Мораль у нашего хряка простая – кто сильнее, тот и прав. Земли Малдраксуса суровые. Дашь слабину – будешь пойман. Как этот паникующий некроскат. Видно, местные ловцы держат его на поводке, потому что он полезен в сельском некрохозяйстве. Или наоборот, успел заработать авторитет вредителям. Куда понятнее пауки. Последние исследования поведения этих членостоногих говорят, что у каждой особи есть свой характер. Например, тёмный охотник. Несмотря на своё пугающее название, тихий и покладистый. Превосходный воспитатель молодняка. А вот костяной ткач. И он уже полностью оправдывает своё имя. Агрессивные пауки, как правило, берут на себя задачу охоты или защиты колонии. Оказывается, даже у пауков место в обществе зависит от характера. А если вам, дорогие друзья, хватает характера, давайте продолжим наше путешествие уже в сумрачном Ревендрете. Эта живописная область тёмных земель скрывает ужасающие тайны. А пока пожиратели грехов пируют в своих готических замках, суля погибель грешным душам, на предгорных просторах продолжают бить ключом жизнь. Прямо на пороге тёплого ада Варкрафта нас встречает вот этот трёхголовый красавец. Зверь замечательный и очень преданный. Он никогда не покидает привычный ареал и держится подальше от живых, поближе к мёртвым. Ещё один примечательный представитель семейства собачьих – тлеющий вожак стаи костегрызов. Посмотрите на его очень интересный окрас. Кажется, над загривком при большом желании можно греть руки. Выследить стаю костегрызов легко. Нужно просто идти по следу разбросанного лута, который остался от приключенцев после встречи с этими обаятельными хулиганами. А вот кого в лесах Ремендрета действительно стоит опасаться, так это – клещей. Гораздо дружелюбнее держатся кошмарные кони. Они прекрасно ориентируются на местности. Биологи Альянса предполагают, что тут животным помогают их внутренние природные навигаторы. Так и я продолжу быть вашим навигатором и направлю вас в дивный край Арденвель. Здесь лучше всего себя чувствуют души, тесно связанные с дикой природой. Вокруг завораживающий вечный лес, где огромные деревья питывают драгоценную субстанцию души, чтобы духи природы могли возрождаться и радовать утомленный взгляд путника. Впрочем, здесь глаз будет радоваться куда ни взгляни. Первые тому доказательства – милейшее семейство чащобных хищников. Они показывают исключительную слаженность. Пока один из родителей отдыхает в окружении резвящихся лисят, другой остается на страже и осматривает территорию. Еще один пример завидной командной работы – это дикие туманники. Если один из единорогов будет атаковать, другие непременно ринутся на его защиту и не постесняются бить копытами прямо по обидчику. А вот жук, неистовый горм, обитающий в пустынной части Арденвельда, привык со своими сородичами не дружить, а сражаться. Поэтому ни один ползучий, несмотря на жесткий хитин, не брезгует дополнительной защитой и во время опасности укрывает себя магическим щитом. Но самое удивительное – на островке рядом с водопадом нам удалось повстречать яркобрюхого квакуна. Увидеть это редчайшее животное в дикой природе и правда большая удача. Еще большая удача – уйти целым невредимым, если он увидит вас. От его липкого языка не всегда удается вернуться. И вернуться тоже удается далеко не всем, особенно из утробы, которая для некоторых становится последней остановкой путешествий по темным землям. Это беспокойный и безнадежный край вечного заточения. Посмотрите, чья-то гнусная душа снова пытается вырваться отсюда и поработить мир. Давайте понаблюдаем. Еще больше достойны наблюдений маленькие, но занимательные крысы-утробы. Они обладают не только прекрасной координацией глаза-лапы, но и острым умом. Если утробным грызунам понадобится добыть на обед приключенца из труднодоступного места, например, из панциря до спеха, то они непременно будут атаковать всей стаей. Иногда в этом море суетящихся мышиных проходятся медленно ступающие громадные гончие. Вся жизнь громадных гончих окутана ужасающими мифами. По мнению следопытов Кельталаса, эти отрешенные гиганты уже больше нежить, чем животные. Своими впечатлениями от встречи с ними поделится наш специальный гость Хаккап Одноногий. Увы, кажется, Хаккап Одноногий до нас не дошел. Зато теперь, после моих напутствий, вы сами сможете смело пойти в темные земли и исследовать каждый уголок любой из пяти новых зон. Бастион, Маудраксус, Арденвель, Ревендред и Утроба ждут вас и ваших коллег-натуралистов. Делитесь своими наблюдениями и приобретайте бесценный опыт. Темные земли зовут! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова